Режим чрезвычайной ситуации введен в Поддорском районе. Село приходит в себя после урагана. Накануне шквалистый ветер в считанные минуты лишил кровли. Некоторые соцобъекты повалил деревья и линии электропередачи. На место на вертолете МЧС вылетел глава региона Андрей Никитин. О том, как в Поддорье ликвидируют последствия стихийного бедствия и как скоро в местной школе вновь начнутся уроки, расскажет Юлия Бабич. Следы ущерба видны уже с высоты птичьего полета. От буйства стихии пострадали десятки построек. Стартовая точка осмотра на местности, особенно пострадавший частный сектор. Здесь живут в основном пенсионеры. У Надежды Гунзиной, как и у многих, после урагана нет части крыши. Вместе с соседкой, чье жилище пострадало так же, они наблюдают, как неравнодушные сельчане латают дыры в кровле. Потом потихоньку восстановят и вырванный забор. В доме, где пострадала трехмесячная девочка Валерия, тоже идут работы. Бабушка-малышки вместе с родственниками вывозят битые стекла и испорченную мебель. Старается не унывать. Внучку выписали. Ее жизни ничего не угрожает. Это главное. Мы вам поможем все это дело восстановить. Что же такой момент неожиданный был для всех? Так, конечно. Я вбегаю в комнату, летит рама, а там у нас трехмесячная девочка лежит на кровати. Второй орет, там на него стекла сыпятся. С детским садом работ будет больше. Кровлю здесь сорвало полностью. По оценке специалистов, восстановлению она не подлежит. Все нужно делать с ноля. На это уйдет минимум месяц, пока дети будут дома. При необходимости воспитатели готовы помогать родителям приглядывать за ними. Не лучшие дела обстоят и с крышей школы. Это все, что осталось от кровли школы. Она повреждена на 90%. Сейчас специалисты возводят временное покрытие. Ну а что делать дальше, сегодня предстоит решить властям всех уровней. Один из вариантов развития событий. После оценки экспертов, занятия будут организованы на первом и втором этажах школы. На обесточенном третьем в это же время можно будет уже начать работы. Но на все это нужны средства, которых у района нет. Поэтому глава региона Андрей Никитин принял решение о введении в области режима ЧАЭС в границах Поддорского района. Эта мера позволит выделить на восстановление социальных объектов и помощь пострадавшим средства из резервного фонда области. С сегодняшнего дня вводим на территорию Новгородской области режим чрезвычайной ситуации в границах Поддорского района. В рамках этого решения рекомендуем Главному управлению Университетом Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рекомендации последствий стихийных бедствий по Новгородской области. Поддерживать состав аэромобильной группировки на территории района до устранения причин этого всего. Организовывать взаимодействие органов власти области, органов местного самоуправления и организации по всем вопросам ликвидации ЧАЭС до выхода на плановый режим. Документы и сметы руководители района обещали подготовить уже завтра. Список пострадавших подворий составлен. Работу по восстановлению крыш детского сада и школы нужно провести не только быстро, но и качественно, подчеркнул Андрей Никитин. За этим призвал следить всех представителей власти. Из Поддорского района Юлия Бабич, Сергей Корнев, Новости, Новгородское областное телевидение.